Днем и ночью, 50 градусную жару и шторм, когда соленая пыль прибоя повисает над тропой, протоктанной им в прибрежных скалах, не спеша, не останавливаясь, шагала на вокруг острова. Два часа круг. Восемь километров круг. А круг десять тысяч шагов. Его тяжелые сапоги с самонарастающей металлической подошвой мерно крушили попадающиеся на пути консервные банки из стекла, пластмассы и жести. Из стеклянных с хрустом выпрыгивали маринованные огурцы. Кромко взрывались пластмассовые банки с пивом и лимонадом, а из жестянок, лжавых и новеньких, тоненькими струйками брызгали томатный сок и прованское масло. Часто на его пути попадалась жестяная банка с желтой наклейкой, и тогда где-то в подсознании неясно шевелилась мысль. «Ананасы!» «Почему я их до сих пор не ел?» Но он наступил на банку и, хлипая раздавленными шел дальше. Два часа круг, восемь километров круг, а круг десять тысяч шагов. Барт лежал ничиком на широкой скалистой площадке, теплой, шершавой. Всей поверхностью своей кожи он чувствовал, как улетучивается, пропитавшая его насквозь морская вода и утихает зуд в царапинках и ранках. Впервые за семь дней он по-настоящему психал и от удовольствия постановал. Барт поднял голову. Прямо перед ним, в шагах в четырех, на самом краю гранитной площадки стояла банк сока. Самая обыкновенная литровая банка – жестяная. Ломтики ананасов были нарисованы на этикет. Барт пристал и на четвереньках подполз к банке. Он же протянул руку, но тут чья-то тень принеслась над ним и нога, обутая в полусапоги, вышибла банку из-под рук Барта. Банка ударилась об один выступ, второй. На третьем брызнул соком и покатилась дальше, становясь все меньше и меньше. Барт в цепенении проводил ее медленным взглядом и только потом повернул голову. Над ним, широко расставив ноги, стоял Кеборг. «Абориген, зачем ты это сделал?» – спросил Барт. Кеборг не пошевельнулся. Металлическая кожа его отливала каким-то ультрамариновым блеском. Объектив одного глаза мигал красный, а на его животе Барт заметил очертания эволюционного ящика. «Себя вот!» – строгнул Барт и непроизвольно отодвинулся в сторону. Ему стало дурно, будто он увидел протест на голом изуроданном теле. «Форма», – подумал Барт. «Форма! Единственное, что в тебе осталось от человека. Да еще тень!» «Что ты здесь делаешь на острове?» – спросил Барт. «Охраняю продукцию объединенной консервной корпорации!» – равнодушно ответил Кеборг и указал куда-то вниз в котловину. Барт тоже заглянул вниз. То, что он вначале принял заря и в глазах, оказалось огромной фантастической грудой консервных банок. Барт, несомненно, пробирался по этой груди вверх. На скалы. Но тогда он брел подальше от дребезги разбитой лодки, от океана. Соленой медузой плескалось. В его животе эти семь дней безумия и жажды. Тогда Барт увидел только круги, расплывающиеся перед глазами. Но теперь на скалах и в котловине, среди камней, и на камнях, и рядом, в двух шагах от него, прямо на гранитной площадке, лежали банки, разбитые, раздавленные, ржавые, целые и блестящие. А над всем этим сине-зеленой метелью кружили миллиарды мух. Здесь они жрели на лучших консервах мира. Сухим жестким языком Барт облизал зубы. — Послушай, — сказал он киборгу. И замолчал. — Бесполезно все это. Зачемело сердце. — Послушай, я возьму одну банку сок и только одну. Киборг молчал. — Я заплачу, — продолжал Барт. — Хорошо, заплачу. Барт лгал. В карманах не было ничего, кроме чудом уцелевшего перочинного ножа. Робот не реагировал. Он неподвижно стоял, подставив солнцу блестящую спину. Подзаряжался. Барт знал. Производство киборгов из людей запрещено. Повсеместно сотнями конвенций и федеральными законами. Здесь, на острове, эти конвенции и законы нарушены дерзко и навсегда. Ему стало страшно умереть от жажды и голода. Здесь, среди такого изобилия. Барт затрогнул и посмотрел на киборга. Мерной дробью забила кровь в висках. Руки Барда дрожали. — Ты здесь один на острове? — Да. — Отлегло. — Не спеши, — приказал себе Барт. На тело его била нервная лихорадка. Барт сорвался с места и бросился к целой консервной банке, стоящей на краю гранитной площадки. Киборг успел раньше. Молнией метнулся к обрыву и ударом ноги вышиб ее из рук Барда. Ударил мастерски. Видно, в быдность своим человеком отлично играл футбол. Носком, полусапожком он подделал банку так, что она закрутилась вокруг оси, а сам резко остановился на самом кромке обрыва. И тогда Барт совсем не сильно, чтобы не свалиться самому, толкнул его в спину. Киборг дернулся, попытался вновь обрести равновесие, но все же не удержался и, как-то странно сложившись, погодился в пропасть. Барт отвернулся и, схватив первую попавшуюся банку, волькнул у нее свой перочинный нож. Это были консервированные яблоки, залитые терпием и вязким сиропом. Барт пил жадно, не замечая рваных краев банки, порезал губы, но продолжал глотать, придерживая выпадающие яблоки ладонью. Отбросил банку и сразу же почувствовал неотоленную жажду. Вдруг он увидел на санцепете упаковку пива. Пиво было ледяным. И Барт пил медленно глоток за глотком. Над морем далеко-далеко показалась прыгающая в мареве горячего воздуха точка. Постепенно разрастаясь в транспортный контейнер. Вот уже видны черный фюзеляж и яркие оранжевые буквы. Объединенная консервная корпорация. Контейнер-автомат завис над котловиной. Стреском разломился и вывалил из своего чрева груду консервных банок. Консервная корпорация ликвидировала излишки продуктов. Контейнер развернулся и полетел назад. Барт помахал рукой. Так, на всякий случай. Покричал вслед. Без результат. От киборга остались только исковерканное туловище до две ноги, торчащие над валуном. Барт подошел поближе, стащил с киборда полу сапожки, обулся и присел на валун. «Что-то легко досталась мне победа», — сказал он. «Слишком легко». От живота робота отпечковалась совершенно неповрежденная призма эволюционного ящика. Барт нагнулся и поднял ее. Она была не тяжелой, будто из дерева и теплой. «Усыпили или напоили», — размышлял Барт. «А может быть и глушили. Хотя зачем же? Ненароком можно повредить голову». Когда напоили. Потом ткнули в живот этот ящик, он сразу присасывается. И, пожалуйста, через полтора часа готовый робот, запрограммированный и узкоспециализированный. Симбиоз машины и человека. Дешево и надежно. Затем защитный обвес. И пошла ко всем чертям Парижская конвенция. А на электрический стул наплевать. Барт вздохнул, осмотрелся. Круг черных с красноватым отливом базальтовых скал. Почти как каньон Нью-Мексика. Только совсем нет растительности. Зато кругом полно и полно консервных банок с отменными яствами на любой вкус. Вот о чем думал Барт за несколько секунд до того, как эволюционный ящик, влекомый биопулем, намертво присосался к его животу. Днем и ночью, в 50 градусную жару и шторм, когда соленая пыль прибоя повисает над тропой, не спещая, не останавливаясь шагом вокруг острова. Два часа круг, восемь километров круг, а круг десять тысяч шагов. КОНЕЦ 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 Редактор субтитров А.Семкин